Заходя в общественный транспорт, купите билет и наденьте маску. Главный призыв – кондукторов в автобусах, троллейбусах и трамваях. Соблюдают ли самарцы масочный режим, проверяют сотрудники двух городских департаментов – транспорта и общественной безопасности, совместно с полицейскими и дружинниками. Вы, наверное, все знаете, что в последние два дня был всплеск заболевания. И одна из мер, достаточно эффективных и признанных во всем мире – это ношение масок там, где наблюдается скопление людей в замкнутом пространстве. Стоит напомнить, на территории городского округа Самары действует масочный режим. Мы, как сознательные, законопослушные граждане, обязаны соблюдать ношение защитных средств в общественных местах. За отсутствие защитного средства пассажира могут высадить. Но, по словам ревизоров, водителей и кондукторов, самарцы к масочному режиму относятся с пониманием. Обязательно, конечно. Я медработник, я знаю, что это такое. Спасибо, я все знаю. У дружинников несколько задач. Они не только раздают памятки, но и могут вызвать наряд полиции. Если не хотят, высаживаем, впрочем выйти, либо звоним как сотруднику полиции. Ну, стараемся все-таки мирно. За невыполнение правил поведения в условиях режима повышенной готовности штраф для горожан составляет от 1 до 30 тысяч рублей. За последние две недели составили два протокола. Что касается сотрудников транспортных предприятий Самары, то их масками, перчатками и антисептиками обеспечивают регулярно. Запасы средств индивидуальной защиты пополняются. За последние два месяца сотрудникам ТТУ раздали уже порядка 9 900 одноразовых и многоразовых масок и около 10 тысяч пар перчаток. Есть линейные работники, которые утром предупреждают перед выпуском на линию, в течение дня проверяют и напоминают. Но, как показ практики, напоминать не приходится, потому что кондуктора и водители все сознательные люди, взрослые, все понимают свою ответственность и используют маски и перчатки. Кроме того, для безопасности и комфорта пассажиров перед выходом на линии все трамваи, троллейбусы и автобусы обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором. Мэри Илчан, Максим Гусев, События.